Добрый день, друзья! Сегодня мы сдаем еще один интерьер квартиры, над реализацией которого работали всей нашей компанией С-Классик. Эта квартира площадью 170 метров квадратных находится на девятом этаже, имеет две больших террасы, из которых открываются виды на исторический центр города. В этом проекте, который мы назвали персоном, мы стремились создать персональный продум для наших заказчиков, балансируя между роскошью и элегантностью, тщательно продуманным функционалом и уютом. Сейчас мы находимся в прихожей и видим длинную рельефную стену, она имеет продолжение и в гостиной. Это рельефные стеновые панели, которые искусно скрывают в себе межкомнатные двери. Например, здесь у нас гостевой санузел, вторая дверь ведет в большую кладовую, а третья в одной из спален. Обратите внимание на входную дверь высотой 2,5 метра. Она отделана тем же керамогранитом, что основная стена и откосы. Из прихожей мы попадаем в просторную кухню-столовую. Это кухня полиформа, ее высота почти что 3 метра. Роскоши. Ей добавляют фасады из натурального ореха и стеклянные навесные шкафы, которые мы укомплектовали красивой посудой. Выдвижные ящики в базах имеют ширину 120 см. Я очень люблю этот размер. Здесь так удобно раскладывать все необходимое. Этот смеситель не только красив, но и многофункционален. Он подает кипяченую воду и фильтрованную. В этой кухне 2 холодильника и вся необходимая техника для приготовления. В центре внимания нашей кухни потрясающая красивая обеденная группа от Бакстер с модернистским столом, красивыми сатинированными деталями из латуни и великолепным круглым элементом из уникального камня. А эта роскошная люстра над столом выполнена вручную. Линии матовой латуни прерываются капсулами из ребристого стекла, излучающими свет и напоминают нам о цирковом искусстве. Из этой кухни мы можем выйти на просторную террасу, подышать свежим воздухом и даже устроить там вечеринку. Здесь на террасах мы провели довольно много работы, оформили стены красивой керамической плиткой и использовали светильники для удор, которые создают прекрасную атмосферу в вечернее время. Наша гостиная является сердцем этой прекрасной квартиры. Эта диванная система состоит из различных модулей, позволяющих удобно сидеть, лежать, пользоваться различными приставными столиками и наслаждаться просмотром качества на кино. Это уникальная люстра творения Линдси Адельман. Работа этого мастера находится на грани скульптуры и дизайна. Она выполнена полностью вручную из латуни и выдувного стекла. Через эту дверь-невидимку мы попадаем в главную спальню. В нашей спальне три окна. Их мы оформили особенными портьерами. Этот прекрасный шелк выполнен в жаккардовой технике. Здесь мы видим роскошные пейзажи. Все портьеры в нашей квартире имеют автоматическое управление, но также их можно закрывать вручную. Причем, если мы потянем одну портьеру, вторая закроется сама. Кровать мы выбрали с высоким изголовьем, отделанной натуральной кожей. А эта тумбочка имеет довольно оригинальное открывание. Лежа в кровати мы можем любоваться роскошной люстрой. Обратите внимание, дверь с обратной стороны спальни выполнена в белом цвете. А высота проема равняется высоте ниши. В нишу этой стены мы встроили стеклянную витрину с подсветкой. Здесь можно хранить книги и красивые аксессуары. Из этой спальни мы можем выйти в спортзал, который мы организовали прямо на террасе. Здесь открываются панорамные окна и можно дышать свежим воздухом. Одна из стен нашей спальни отделана деревянными панелями с волнообразной формой. Здесь скрывается дверь, которая ведет в гардеробную. Давайте посмотрим. Эта небольшая гардеробная комната выполнена мастерами высочайшего класса в мебельном искусстве компании Giorgetti. Элегантные полки оригинальной формы изготовлены из ясеня. Стеновые панели расписаны нежным рисунком. Здесь изысканы и продуманы все аксессуары. Удобные вешалки для сумок, платков, кожаные коробки ручной работы, лотки для мелочей. И все это великолепие дополняется управляемой системой подсветки. А это ванная комната хозяев. Длинная столешница с двумя раковинами. Выполнена в мраморе Калаката Ура. Большое зеркало, дополненное шкафчиком. Смесители безупречной формы в минималистичном дизайне. И вот такой красавец-полотенцесушитель. Стену в этой душевой кабине мы отделали мозаичным паном тончайшей работы с рисунком, продолжающим тему пейзажа. Не просто душевая кабина, а еще и хамам. Она снабжена современной прогрессивной системой с парогенератором. Наслаждаясь водными процедурами, мы можем добавить эффект хромотерапии, включая подсветки на панели, а также на потолочном душе. Ну что, а теперь давайте посмотрим вторую спальню для взрослой дочери. Вот такой небольшой приватный мир для отдыха и учебы. Из этой спальни есть тоже выходы на террасу. Здесь мы поставили стол, а над ним повесили скульптурное нежное панно. У этой стены вместительный трехметровый комод от Минутти. А над ним мы повесили картину тонкой работы от Вики Бигальской и Александра Вилкина, которую мы приобрели в галерее Марии Гирич. В дизайне этой комнаты мы использовали тонкие геометричные линии, круги, которые присутствуют в текстиле, в оформлении кровати, в прекрасной люстре, которая украшает потолок спальни, а также в скульптурном дизайнерском ковре, который выполнен специально по нашему заказу. А это гардеробная при спальне. Она разделена на две части. Одна открытая, со стеклянными ящиками, навесными полками, красивыми стеклянными стеновыми панелями. Эта прекрасная подсветка освещает одежду и никогда не светит в глазах. С этой стороны два шкафа. Один выполнен в прозрачном стекле, а второй отделан натуральной кожей. В этой ванной комнате мы также находим элементы искусства. Мрамором нежной филигранной работы оформлена стена за зеркалом. В душевой кабине мы видим панно с изображением нежного крыла ангела в мозаичном исполнении. А это маленький, но очень стильный гостевой санузел с дизайнерской сантехникой. Вот такой чудесной круглой раковиной, зеркалом, удобными аксессуарами и умным, доброжелательным унитазом. Этот каменный портал-туннель отделяет кухню от гостиной. Родился он не случайно. Архитектурно нам было необходимо развести инженерные коммуникации по потолку. И для того, чтобы потолок не смотрелся низким, внутри этого прохода мы отделали его зеркалом. И получили необыкновенный эффект, когда потолок взлетает в безконечность. Кстати, в этом проходе зеркальная дверь. Она растворяется. Посмотрите, какая прелестная ручка. Она отделана этим же камнем. За этой дверью очень важная и нужная комната. Она, кстати, имеет окно и тоже выходную террасу. Эту комнату мы оборудовали всем необходимым для того, чтобы ухаживать за одеждой и обувью. Мы спроектировали эту мебель таким образом, что спрятали все необходимое оборудование. Например, вот в этом шкафу прячется увлажняющая система. Для того, чтобы в хозяйственной комнате было приятно находиться, гладить белье, мы ее оформили вот такими расписными обоями. Как видите, это совсем непростой интерьер. Нам удалось разрешить огромное количество технических и инженерных вопросов, наполнить этот интерьер современным искусством, использовать особенные отделки материалов и продумать каждый уголок до мелочей. Мы абсолютно уверены, что наши клиенты будут в восторге. Они, кстати, еще ничего не видели.